Нижневартовская югра Самотлор чуть было не сотворила маленькую волейбольную сенсацию. В ответ на матчи плей-офф Суперлиги нефтяники принимали на своей площадке одного из фаворитов турнира Питерский Зенит. Первая игра в северной столице завершилась убедительной победой хозяев 3-0. Но в Нижневартовске легкой прогулки у них не получилось. Вартовчане уже обыграли дома нескольких лидеров и намерены были этот список расширить. Как столицы Самотлора завершили самые успешные за последние годы сезон, расскажет Алексей Шабанов. В этом году Нижневартовским болельщикам не повезло. Самые удачные в новейшей истории сезона из-за пандемии они смотрели в основном по телевизору. И только в его конце отхватили зрелище. До какого? Плей-офф Суперлиги здесь еще не играли. Если бы мы играли как сегодня первую партию, как в конце года, мы бы были уже в шестерке. Ну, конечно, хочется всегда лучшего, лучшего, но все равно положительный сезон. Аккурат к игре с Зенитом подоспел самый первый трофей команды. В клубном музее он появился 28 лет спустя. Вот этот трофей должен был занять место в клубном музее еще 18 лет назад. В 93-м Самотнор выиграл самый первый кубок России. Но кубок тогда не вручали, и справедливость была восстановлена совсем недавно. Неделю назад в Ханты-Мансийске представители федерации вручили трофей директору клуба Алексею Березину. Ну и теперь он уже заслуженно и навсегда займет место в клубном музее. На этот раз рубиться хозяевам предстояло с командой хищников. В составе «Зенита» что ни игрок, то личность. Скромный парень, но настоящий лев на сетке Егор Клюка. Гибкая черная пантера, орел Камеха, кубинец, но с российским паспортом. На распасе зоркий сокол француз Антуан Бризар. Руководит этим интернационалом финн и главный тренер сборной России Томас Сами-Льво. Впрочем, Самотлор сразу заявил о серьезности своих намерений и устроил питерцам настоящую блокаду защиты, сопровождаемую шквальным огнем в атаке. Две партии хозяева не давали усомниться в своем преимуществе 25-19, 25-22. В равной борьбе прошло начало третьего сета. Однако затем класс побил порядок. Захватив инициативу, «Зенит» быстро сравнял счет 2-2. На тайбрейке же Самотлору в этом сезоне откровенно не везет. Ни одной выигранной пятой партии при пяти попытках. «Зенит» победил 15-12, завершив таким образом в свою пользу матч и серию. В этом и есть, наверное, рост. Когда переворачиваете, когда просто складывается игра. Допустим, первая игра сложилась просто, потому что, ну, хорошо шла подача. Сейчас элементы были тяжелые. Все с трудом. Поэтому от этого мы становимся лучше. После матча болельщики определили очередного обладателя приза зрительских симпатий, который вручают лучшему игроку сезона. С большим отрывом победил капитан Югриса Матлора Виталий Попазов. В ближайшее время Попазову предстоит визит в сборную России. Он попал в расширенный список. За своим новым подопечным наставник главной команды страны наблюдал воочию. У нас большой список. Я думаю, что Виталий вел отличный сезон. Стал один из лидеров чемпионата на позиции диагональной. И за счет этого он там есть на большой листе. Потому что дальше мы постепенно решим и посмотрим. Хочу его поздравить за отличный сезон. Самотлор завершает пока самый успешный в новейшей истории чемпионат. Команда выполнила задачу попав в плей-офф и теперь будет готовиться к следующему сезону. Предстоит ударно провести период комплектования. Алексей Шабанов, Евгений Роскутников. Телерадио компания Югра. Нижневартовск.